Здравствуйте, друзья! Это Георгий Вербицкий и программа «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Как и обычно, каждый вечер по будним дням выходит программа в эфир. Итак, сегодняшняя тема. Сегодняшняя тема, естественно, как и всегда, связана с бизнесом, с предпринимательством, с теми инструментами, которые требуются предпринимателям. Ну, а какие инструменты требуются у нас предпринимателям? Конечно же, деньги. Для того, чтобы стартовать свой бизнес, обязательно нужно иметь некий стартовый капитал. Ну, в подавляющем, скажем так, в большинстве случаев. А подавляющий, а тот капитал, который нужен, соответственно, для старта бизнеса, откуда же его взять? Ну, либо это свой капитал, либо, конечно же, внешний, привлеченный. Есть необходимость в больших деньгах, есть необходимость, может быть, не в таких больших деньгах. И есть такое понятие у нас с недавних пор, как микрофинансирование. То есть, собственно, заемные деньги, но, наверное, в не очень больших объемах. Сегодня мы будем обсуждать это явление, обсуждать его с точки зрения этической, с точки зрения практической. Насколько это хорошо для предпринимателей, что у нас происходит сейчас в этом секторе. Помогать мне будет Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Национального банковского совета. Анатолий, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я уже не член Национального банковского совета. Ага, хорошо. У нас там ротация произошла, да. Окей. Плановая. Но вы все еще депутат Государственной Думы РФ. И депутат Госдумы, и президент Ассоциации региональных банков. Отлично. Ну что ж, микрофинансирование. Микрофинансирование. Я так понимаю, что вы с темой хорошо знакомы, поскольку прилагали некие... Я член комитета по финансовым рынкам Государственной Думы. И именно этот комитет был ведущим при рассмотрении законопроекта о микрофинансовых организациях. Законопроект был принят, насколько я помню, в 2010 году. Да. Соответственно, у нас эта деятельность, она регламентируется законом. Ну окей, я предлагаю начать с обсуждения общих новостей, что у нас сейчас происходит. Я знаю, что вы вернулись из Токио. Что сейчас происходит на российском финансовом рынке? Как себя чувствуют банки? Вот есть мнение аналитика, аналитика компании Standard & Poor's. Сергей Вороненко считает, что российским банкам придется сокращать темпы роста из-за невозможности предвлечь капитал от действующих акционеров. Ну то есть предполагается, что кредитный портфель рос довольно динамично со второй половины 2010 года и в 2011 году. И теперь денег стало не хватать. Вот общая такая мысль у него. Как вы? Согласны с этим или нет? Темпы кредитования действительно были высокими. В прошлом году объемы кредитования юридическим лицам выросли на 26%. Кредиты физическим лицам увеличились на 36%. В этом году есть торможение кредитования и отчасти оно связано с недостаточностью капитала у некоторых кредитных организаций. Дело в том, что для банков, центральный банк установил определенные принципы работы. Есть так называемый показатель достаточности капитала. Первого уровня, да. То есть если у вас есть капитал 100 миллионов рублей, то вы можете дать кредитов не более чем на 1 миллиард рублей. И так далее. То есть вот этот показатель 10% нельзя переступать. То есть хочешь давать больше кредитов, соответственно повышай капитал первого уровня. Да. А откуда его увеличивать? Вот откуда обычно? Увеличивается капитал за счет прибыли банка, во-первых. То есть получили прибыль, направили прибыль на повышение капитализации. Это один источник. Другой источник это деньги акционеров, либо собственников банка. Есть еще один источник привлечения так называемых субординирных кредитов. Это долгосрочные кредиты. Они, как правило, по достаточно высокий процент. И обязательства по таким кредитам, субординирным кредитам, банки должны выполнять в последнюю очередь случаи, если возникнут у него какие-то проблемы. Благодаря субординирным кредитам банки также могут повысить свой капитал. Но это уже капитал второго уровня. Капитал первого уровня собственных средств собственников банка. Прибыль или акционеров. Да, либо прибыль. Но если уж мы заговорили о Токио, о Японии, действительно только вчера вечером прилетел. Была встреча в том числе в рамках этого визита с руководством Ассоциации региональных банков Японии. Они, как раз в эти дни, получили право на работу в других юрисдикциях, в зарубежных юрисдикциях. И я им рассказал о фонде капитализации банков. Дело в том, что мы с Международной финансовой корпорацией, правительством России и внешнеэкономбанком создали фонд капитализации банков. Это как раз слово о том, за счет чего можно повысить капитализацию банков. В том числе за счет вхождения вот этого фонда, например, капитал, кредитная организация. Всем главным образом, этот фонд должен использоваться на повышение капитализации региональных банков. Ну и не возбраняется, чтобы этот фонд увеличивался за счет иностранных участников. То есть это такой фонд помощи банкам, которые испытывают нехватку капитала первого уровня. Так вот, когда я им рассказал об этом фонде, о том, что там участвует Международная финансовая корпорация, IFC, и о том, что в этом фонде участвует также Банк международного сотрудничества Японии, JEPIC, то они очень заинтересовались этой программой, поскольку в Японии, в отличие от нашей страны, денег достаточно много. У них излишняя так называемая ликвидность. Но нет проектов, они сами об этом говорили. Им нужны проекты, к которым они могли бы войти. Вот я им предложил один из проектов участвовать в этом фонде, соответственно, в повышении капитализации банков, который отберет фонд. То есть будем брать японские деньги и использовать их в России. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что эта программа их заинтересовала, и надеюсь, что интерес перерастет в конкретные дела. — Хорошо, к нам присоединился Михаил Мамута, президент Российского микрофинансового центра. Человек, который, наверное, самый первый источник информации про микрокредитование, микрофинансирование. — Здравствуйте. — Добрый вечер. — Спасибо, что к нам приехали. Присоединяйтесь к разговору, обсуждаем российские банки, обсуждаем сейчас ситуацию, что происходит. Я вот удивлен, на самом деле. В Соединенных Штатах Америки запустили третий раунд количественного усмягчения, как вы все знаете. То есть деньгами накачивают мир, в принципе, доллар у нас как бы основная мировая валюта, а в России как будто бы нет денег. Ну, как так может быть? — В России, как известно, наблюдается отток капитала. В прошлом году 84 миллиарда долларов ушло из страны. В этом году говорят о 65 миллиардах, может быть, будет даже больше. Поэтому, к сожалению, деньги не работают. В российской экономике наблюдается отток. — То есть в мире становится денег больше, ну, собственно, резервной валюты. Но, тем не менее, в России все-таки обратная тенденция. Деньги из России бегут. — Чистый отток. Это вот приток-отток. Чистый отток 84 в этом году 65. — А вы считаете, это нормально или плохо? — Это не нормально. И, на мой взгляд, наша правительство в определенной степени стимулировало этот процесс, поскольку вот в текущем году резервный фонд правительства, наш федеральный резервный фонд, куда поступают деньги, в том числе налогоплательщиков, или прежде всего налогоплательщиков, в связи с профицитом бюджета, был сформирован более чем на 2 триллиона рублей. Увеличился. Эти деньги, как правило, размещаются в иностранной ценной бумаге. То есть, фактически, мы способствовали оттоку капитала, поскольку брали, собирали с налогоплательщиков деньги и отправляли их в иностранной ценной бумаге под относительно низкий процент. — Ну, а что, это казначейская цена в США? — Ну, в том числе, да, американские ценные бумаги. Хорошо. — Лучше было бы эти деньги направить, на мой взгляд, на развитие инфраструктуры, на поддержку того же малого и среднего бизнеса. И это бы дало больше пользы, в том числе, с точки зрения диверсификации нашей экономики. — Ну, вот господин Моисеев, замминистра финансов, считает, что отток капитала — это, в принципе, как бы нормальный процесс. Если бы его не было, был бы перегрев российской экономики. Вот Михаил кивает. Михаил, вы согласны? — Мы помним, что кризису 2008 года предшествовала достаточно сильная накачка капиталом и ресурсами нашей банковской системы. В основном это были ресурсы зарубежного происхождения, заимствованные. И, в общем, наше влияние на управление этими ресурсами крайне низкое. То есть, на самом деле, аккредитор дал эти деньги при определенных условиях, которые называются маржин-коллами, он имеет право их потребовать обратно. — То есть мы не контролируем эту ситуацию, и это дает риск. — Мы это не очень контролировали. Я абсолютно здесь не спорю с позицией Анатолия Динатьевича. Он правильно говорит, что совокупный инвестиционный климат очень сильно зависит от того, насколько инвесторам комфортно. Когда им комфортно, они больше вкладывают, чем выводят. Тем не менее, это процесс в достаточной степени двухсторонний. — Если государство выводит деньги из страны, то оно как бы дает сигнал, в том числе иностранному инвестору, что не надо вкладывать. Если своих родных денег не надо вкладывать. — То есть мы сами здесь не можем вложить никуда, да? — А какие иностранные инвесторы пойдут? — Потому что для них это сигнал. Значит, деньги не могут быть абсорбированы в России. Лучше вкладывать в другую экономику. — Я хочу единственное обратить внимание, что не так давно Центральный банк объявил, но он и раньше это объявлял, но сейчас так достаточно четко сформулировал, что он будет постепенно создавать механизмы замещения для банков, таких иностранных ресурсов, ресурсами Центрального банка. То есть будет увеличивать функцию рефинансирования банковской системы, доводя ее до того масштаба, который характерен для развитых стран, и пока что в России не достигнут. Но это в определенном смысле тоже механизм, потому что, скажем, Америка ведь деньги нигде больше не занимает, она их в основном распространяет. — Имитирует, по сути, да. У них кредитор последней инстанции, ну в данном случае это ФРС, который имитирует данную денежную массу. — Но при этом надо заметить, что долг Соединенных Штатов Америки превышает там уже 15 триллионов долларов. По-моему, уже 16 триллионов долларов составляет долг Соединенных Штатов Америки. То есть оно занимает, реально занимает во всем мире, выпуская фантики, казначейские бумаги, ничем не обеспечены. Пока доллар остается, так или иначе, мировой резервной валютой, Соединенным Штатам, тем не менее, ничего не грозит глобально, потому что падение доллара — это фактически падение мировой расчетной системы. Именно поэтому сейчас идут, ну, понятно совершенно, попытки как-то от этого защититься путем создания других расчетных валют. — Американская система — это финансовый пузырь. — Ну, а почему ничем не обеспечен? — Нет, ну, обеспечена, конечно, мощная американская экономика. — Военная система, да, армия, стабильная экономика. — Дело в том, что долг уже сравнялся с валовым внутренним продуктом и быстро начинает увеличиваться. — Ну, поэтому у них рейтинги там и снизил, по-моему, то ли фич, то ли... — И рано или поздно такой пузырь тоже должен лопнуть, как все любые финансовые пузыри. — Хорошо, на этой пессимистичной ноте я предлагаю прерваться на новости. — Снова добрый вечер, в эфире «Бизнес-классный Финам.ФМ». В Москве приятная, ну, на мой взгляд, более теплая, чем обычно, погода, что, в общем, замечательная, я считаю. А в студии у меня гости. Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы и Михаил Мамута, президент Российского микрофинансового центра. Еще раз добрый вечер, господа. Обсуждаем микрокредитование. Собственно, деньги нужны всем. Деньги нужны предпринимателям, деньги нужны бизнесу. Вопрос лишь на каких условиях. Давайте рассмотрим вообще сам термин микрокредитования, поймем вообще, что это такое. То есть предполагается, что это некий займ, да, то есть это некий кредит. А есть ли, кстати, разница, займ или кредит? Или это одно и то же? В российском праве есть, разница зафиксирована гражданским кодексом. Кредиты могут давать только банки, кредитные организации, правильно сказать. Займы могут давать любые юридические и физические лица без ограничений. Ну, то есть займ, это я пошел к своему соседу, дал ему денег, это займ. Это займ. Это не кредит. Конечно. Хорошо, ну, то есть мы называем это то, что определяется как микрокредитование, это у нас все-таки кредит. Есть и кредиты, есть и займы. Есть микрокредиты по закону, есть микрозаймы. Микрозаймы есть и микрокредиты. Отличительным признаком и того и другого является ограничение по сумме в 1 миллион рублей. Все, что ниже этой суммы, попадает под определение микрозаймов. Или в случае выдачи банка микрокредит. То есть 1 миллион рублей. Вот такая планка, если меньше, то это микрокредитование, если выше, то это уже просто обычное кредитование. Для чего же нужно, собственно, нужны такие суммы, вот 1 миллион рублей, вроде, ну, не такая большая сумма, можно занять у соседа там. Что вообще, для чего, кто потребитель вот таких вот кредитов, предполагается, что будет? Чувствуется, что наша программа для среднего класса, занять у соседа миллион, это хорошее, в общем-то, займ. Конечно, это шутка, но вы знаете, что мы практика показывают, что для, например, предпринимателей, небольших предпринимателей, сумма уже в несколько сот тысяч рублей, если речь идет про регион, а не про Москву, является существенной. Больше того, даже в Москве есть программа микрокредитования малого бизнеса, достаточно активно развивающаяся, и средний размер микрокредита бизнеса по Москве 650-700 тысяч рублей. Это говорит о том, что существует очень широкий класс микробизнеса, это именно микробизнес, который находится еще на одну ступенечку ниже малого, и, соответственно, на две ступеньки ниже среднего. Но там есть определенные лимиты, да, по числу сотрудников, там по 15 человек. 15 человек, и оборот там 60 миллионов в год. 60 миллионов в год, да. Да, существует достаточно большая армия потребителей подобных услуг в предпринимательской среде, которая для своего развития, естественно, требуется точно так же кредиты, займы, возвратное финансирование для того, чтобы обеспечивать рост. Микрокредитование вообще, раз вы этот вопрос задали в классическом своем значении, означает финансовую поддержку предпринимателей, либо предпринимательской инициативы, это может быть совсем еще физически не оформившийся как предприниматель человек, который, тем не менее, получает заем на цели создания своего дела. Это именно то определение микрокредитования, которое заложено в большинстве документов концептуальных, в том числе на уровне Организации Объединенных Наций. Это то, за что в 2006 году давали Нобелевскую премию мира Мухаммаду Юносу, который справедливо считается одним из родоначальников современного микрофинансирования. То есть это займы, направленные на развитие, на развитие бизнеса, на развитие, в том числе и личностное развитие. То есть я захотел организовать свой бизнес, и мне нужны деньги. Если это меньше миллиона, то это микрокредит, я иду и получаю этот микрокредит для того, чтобы развивать свой бизнес. Да, причем сегодня я хочу сказать, что когда-то, 10 лет назад банки практически не занимались подобного ролика, кредитовали. Это было уделом нескольких микрофинансовых организаций, которые тогда в России даже не имели статуса микрофинансовой организации, а просто выдавали займы, но с ориентиром на эту целевую группу. Сегодня ситуация кардинально другая. Во-первых, большинство банков очень активно занимаются в этом сегменте, у них есть у всех программы поддержки для малого и для микробизнеса. Во-вторых, микрофинансовые организации оформились как институт, потому что появилось у нас полтора года назад специальное регулирование для их деятельности, которое определяет как их права, так и их обязанности, связанные в том числе с обведением защиты прав должника. Это как раз закон о микрофинансовой деятельности? Да. Но я хочу сразу отметить, что помимо кредитования бизнеса, которое является в классическом смысле этого условного микрокредитования, в последнее время мы видим, что в этом рынке достаточно активно развивается сегмент потребительского микрофинансирования. И даже более того, такого элемента, такого части этого сегмента, как кредитование, то, что называется займем до зарплаты, это кредитование на очень короткие сроки, в очень малых суммах. Хочу сказать, что этому инструменту мы, как и многим другим нашим финансовым продуктам, обязаны в первую очередь американскому рынку, потому что займы до зарплаты пришли к нам исторически и методически или как угодно, технологически пришли к нам из США, в котором этот рынок на сегодня, не на сегодня, а в 2011 году оборот рынка займов до зарплаты в Америке составил порядка 40 миллиардов долларов. В Европе он также довольно сильно развит в Великобритании, ну и затем уже в континентальной Европе. То есть вот здесь я вижу какое-то некое противоречие, как будто бы начиналось все неплохо, да, малый бизнес, вот дадим деньги малому бизнесу, ну а выходит-то вот сейчас, что вот я открыл на самом деле сайт микроорганизации, которая занимается микрокредитованием, и там гигантская ставка процента, но мы все слышали нашумевшую историю про Почту России, где там ставка процентов годовых доходила до чуть ли не там трех тысяч процентов в год. Такие услуги, то есть вот как это сочетается с тем, чтобы, с теми благими целями, ради которых все это задумывалось, то есть дать денег бизнесу для того, чтобы стимулировать там малое микропредпринимательство. Ну я же не зря начал с определений, потому что мне кажется важно, чтобы мы и наши слушатели правильно понимали, что существуют разные оттенки этого явления, и, наверное, поскольку у нас профессиональная передача на профессиональном радио, об этом надо говорить в профессиональных терминах. Так вот, микрокредитование бизнеса никуда не делается. Более того, в общем объеме нашего микрофинансового рынка в России, не банковского, оно на сегодняшний день доминирует, потому что более 60% совокупного портфеля микрофинансовых организаций представляют из себя микрозаймы именно бизнес. Более того, этого направления очень хорошая перспектива, потому что за первое полугодие 2011 года сектор микрокредитов бизнеса, микрозаймов бизнеса вырос на 30 с лишним процентов. В годовом исчислении он, скорее всего, вырастет почти на 70% в год. Это говорит о значительно неудовлетворенной потребности со стороны предпринимателя. Однако рынок, это рынок, имеется в виду, что спрос рождает предложение, точно так же, как в банковском секторе активно развиваются различные продукты, различные линейки и кредиты бизнеса, и потребительские кредиты, и посткредиты, и многое другое, и кредитные карты, они же все ориентированы на своего потребителя. То же самое происходит и в сегменте микрофинансирования. Я вот сказал уже, что в Америке, в первую очередь в США, этот рынок очень сильно развит, и на займы до зарплаты есть довольно устойчивый спрос. Безусловно, он есть и в России, и то, что происходит сегодня в этом сегменте, это фактически рыночная реакция на существование спроса с попыткой ввести в этом сегменте определенные правила игры, если можно так сказать. Часто встречающее заблуждение состоит в том, что микрофинансовый вот этот вот сегмент займов до зарплаты возник благодаря вступлению в силу закона микрофинансирования. Это, скажем так, все строго наоборот. Закон о микрофинансировании возник как реакция на достаточно быстрое развитие рынка займов в нерегулируемом поле, потому что до 2011 года у нас не было вообще никакого регулирования сектора, связанного с выдачей займов. И приводило это к тому, что любая компания могла выдавать, но она и сейчас может, потому что такое право у нее ПГК остается, да. Но просто это приводило к нарастанию процессов, когда не то что нелегально, не формальные кредиторы все больше и больше начинали активно играть на кредитном рынке, при этом не подчиняясь никаким требованиям, никаким стандартам. Безусловно, поскольку речь идет о массовом рынке, государство не могло этот вопрос оставить без внимания. Это было одним из толчков к принятию законного микрофинансирования. Хорошо. Подводя какие итоги, то есть у нас есть рынок кредитования для бизнеса, микрокредитования и рынок потребительского микрокредитования. Да, это два разных рынка. 60% примерно занимает рынок микрокредитования для малого бизнеса. В объеме, имеется в виду в агрегированном портфеле микрофинансовых организаций, 60% даже больше это кредитно на бизнес цель. Займы до зарплаты, поскольку они очень маленькие по сумме, составляют примерно не более 15%, у нас нет пока точной оценки, но 12-15% в объеме. Эти два рынка, они немножко отличаются, наверное, в условиях предоставления кредита и так далее. У нас есть закон о микрофинансовой деятельности, который действует уже два года и был принят как реакция на развитие и расширение вот такого вида рынка. А для чего приняли этот закон, то есть что он изменил? То есть там, я так понимаю, ввели некое понятие, во-первых, организация, которая занимается таким видом деятельности, Эту организацию обязали отчитываться по специальной отчетности в специальный орган? Во-первых, регистрироваться. Во-первых, регистрироваться. То есть для того, чтобы получить статус микрофинансовой организации, компания должна войти в реестр государственный, который контролирует учет, которого ведет Федеральная служба финансовым рынком в настоящее время. Во-вторых, да, это отчетность, предоставляемая на ежеквартальной основе, из которой можно сделать выводы об объемах их деятельности. На самом деле даже это очень важно, потому что, если мы не представляем себе объемы явления, нам очень тяжело с этим явлением что-либо делать, и тем более тяжело им управлять. В-третьих, это требование к раскрытию информации о условиях займа. Закон о микрофинансировании требует, чтобы кредитор раскрывал в договоре информацию о всех платежах, связанных с получением и использованием займа. То есть, по сути, это что? В гражданском кодексе такой нормы нет. Я еще раз обращаю внимание, что здесь имеется дополнительная норма, защищающая права клиента. То есть, в договоре обычный клиент, обычный человек увидит эффективную ставку? Нет, на сегодняшний момент это сформулировано так, что микрофинансовая организация обязана сообщить заемщику о всех платежах по договору займа, которые связаны с его получением и использованием. То есть, это проценты, это, если существуют комиссии, это другие виды платежей, которые вытекают прямо из договора займа. Если это правило нарушается, то, безусловно, возникает основание для отдельного внимания к какой микрофинансовой организации, закон предусматривает штрафы за несоблюдение этих правил и эти штрафы могут быть достаточно значительными. Кроме того, чтобы договорить эту часть, закон требует, чтобы в каждой микрофинансовой организации были публичные правила предоставления микрозайма, а в этих правилах сформулированы опять же все их основные параметры. И последний момент, закон запрещает микрофинансовой организации брать штрафы при досрочном возврате займ. В гражданском законодательстве тоже есть такая статья, но она начинает действовать по истечении 30-дневного периода с момента получения потребительского займа. А здесь этого ограничения нет, но это хорошо известный факт, что, к сожалению, в сером рынке очень часто берут штрафы за то, что вы пришли и возвращаете займ. Раньше с вас по договору берут штрафы. Хорошо, Анатолий, но подключайтесь к нам. Вы, я так понимаю, один из людей, которые этот закон принимали и придумывали. Что скажете? Ну, закон действительно был ответом на ситуацию на рынке. То есть реально работали микрофинансовые организации, реально выдавались займы гражданам и предпринимателям, но никак это не было урегулировано. Принят закон, он устанавливает рамки, ведется реестр микрофинансовых организаций, устанавливаются в том числе и правила работы, в том числе и элементы даже потенциального назора, я бы сказал. Все это направлено на то, чтобы урегулировать, сделать этот рынок цивилизованным. И я знаю, что недавно как раз вы тоже инициировали некие дополнительные поправки, можно так сказать, к закону о верхней планке по процентам. Но об этом уже после новостей. Итак, вторая часть бизнес-класса на Финам.ФМ. Микрокредитование сегодня обсуждаем. В студии Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы. И также Михаил Мамута, президент российского микрофинансового центра. Ну что ж, выяснили, что есть два рынка микрокредитов. Это микрокредитование потребительское и есть микрокредитование для бизнеса. Причем для бизнеса в общем объеме это больше 60%. То есть подавляющее большинство кредитов берется для бизнеса. Ну и собственно сам микрокредит это кредит меньше чем 1 миллион рублей. Есть определенные, скажем так, новостные всплески на эту тему. Был всплеск с Почтой России, о котором я уже говорил. Все-таки есть моральные аспекты. Такой вещи как микрокредиты связано с тем, что большинство организаций, ну я не знаю насколько большинство, но многие организации берут в общем-то вполне себе неплохой процент за то, что вы назвали кредит до зарплаты. Кредит или заем до зарплаты. Кредит или заем до зарплаты. Это достаточно прямой перевод с английского названия этого продукта. Он называется Payday Loans в британской практике и в американской. Payday Loans означает займы с ежедневным начислением процента на остаток задолженных. То есть вот такое явно расставщическое, суть расставщичества. То есть через день уже тебе начислили проценты. Ну вот интересно мнение наших слушателей, у нас работает телефон прямого эфира. 495 это код города. 6510996 это наш телефон. Либо вы можете написать на сайт finam.fm, оставить свой комментарий, либо вопрос, либо какой-то может быть задать тему мне и моим гостям. Если вы пользовались, кстати говоря, микрокредитами, тоже будет интересно послушать, собственно, ваш в этом плане опыт. Так, то есть берутся в среднем какой процент берется? Вот есть ли какие-то общие цифры по этому сектору? В сегменте займов до зарплаты? В сегменте займов до зарплаты, да, о которых мы говорим. Сколько человек может рассчитывать, например, если он берет, ну допустим, 10 тысяч рублей? Ну давайте, здесь можно, если пользоваться некой экспертными оценками, потому что полноценной статистики пока по этому рынку нету. В основном, если средний размер займа до зарплаты 5000 рублей в день в России, не 10 тысяч, а 5 меньше, да? 5, так. Средний срок 5-7 дней, то есть обычно берут в пределах одной недели для того, чтобы закрыть кассовый разрыв, там возникающий, ну ровно как не хватает денег до ближайшей получки, да? Хорошо, 5 тысяч рублей на неделю. Да. Сколько вернуть придется? Ну давайте так, где-то 1-1,5% в день по рынку, или если там перевести это к примеру с 5000 рублей, это 50 рублей в день или, соответственно, 250 рублей за неделю. Значит, сравню сразу, чтобы это было понятно. В Америке, да, в США средняя ставка составляет 0,7% в день, то есть примерно 250, если пересчитывать, годовые. Такие вот специфические займы, прямо скажем, специфические, которые, когда люди слышат там годовую ставку, да и не годовую тоже, она выглядит, конечно, совершенно такой странной, да, прямо скажем, что такое 1% в день, 360% годовых, да? Я специально немножко заостряю, чтобы дать понять, что действительно в номинальном выражении это дорогие займы. Из этого следует один очень простой вывод, с которым я хочу не то что поделиться, но обратить внимание, такие деньги ни при каких условиях нельзя брать на длительные сроки. Если вы не знаете за счет каких источников вы будете их отдавать через 3 дня, то их не надо брать вообще. Это ситуационные займы, которые бывают в ситуации, когда там заплатить 150 рублей за 3 дня меньше, чем, допустим, если сломалась машина, чем те потери, которые следуют из того, что вы 3 дня не можете работать на этой машине, да? Или вам надо срочно платить визит к врачу. Ну, вот в Британии, например, существует уже сложившаяся практика, что компании, выдающие подобные займы, Payday Lander, они обязательно оповещают заемщика, что эти займы нельзя брать больше, чем на, и обычно после этого идет какая-то приписка. Ну, человек за здравым смыслом, конечно же, больше, чем на какой-то там… Да. Проблема в том, что… Будет брать стараться на как можно меньший срок, наверное. Анатолий… Да-да, извиняюсь, закончу просто. Передача не об этом, но это еще вопрос к финансовой грамотности. Очень важно, чтобы люди принимали осознанные финансовые решения, а не просто так хватали первую же под руку подвернуться. Анатолий, ну, как раз вот вы отмалчиваетесь, а тем не менее, то, что мы… то, о чем мы начинали говорить до новостей, вот эта планка верхняя, да, по процентам в год. То, что вы… то, что вы хотите сделать… Вы отметили, что я являюсь депутатом Государственной Думы. Естественно, ко мне, как депутату, обращаются с различными жалобами. Очень много жалоб стороны граждан на те проценты, которые им предъявляют различные финансовые институты, не только микрофинансовые организации, но и банки, кредитные кооперативы и так далее. И часто люди… конечно, можно сказать, что они могли бы не брать, а дело в том, что зачастую они не могут получить деньги под низкий процент. Может быть, у них кредитная история не очень, может быть, заработная плата не позволяет получить быстро кредит, а у них там кто-то умирает, или кто-то умер, надо похоронить достойно, лекарства купить. Ну, мало ли какие бывают случаи, и люди идут на то, чтобы взять деньги, думая, что им удастся там где-то перехватиться, либо за счет своих источников у кого-то еще потом у родственников взять, но расплатиться. часто, к сожалению, отдают залог, в том числе жилье, другие ценности, причем за бесценок, то есть соотношение залога, стоимости залога и денег, которые они привлекают под высокий процент, несоразмеримо. То есть очевидно, что это, в общем, не очень хорошо. Не очень хорошо, да. И, в результате, мы посмотрели международный опыт, а как за рубежом регулируется вот это расставчисчество. История, оказывается, регулируется. Есть специальные законодательные акты. Это в Германии есть, это есть в Великобритании, это есть во Франции. Нам понравился больше всего французский опыт. На мой взгляд, он более всего применим. Когда по каждому виду кредита определяется средняя стоимость этого кредита на рынке, включая все комиссионы, сопутствующие платежи. Добавляется определенная, скажем так, люфт. Ну вот полтора процента, да. Скажем, во Франции 30% добавляют средней стоимости кредита. И вот в рамках этой стоимости, которую определяет центральный банк Франции, все кредитные организации должны работать. То есть не должна стоимость кредита превышать средний сложившийся плюс 30%. И микрокредиты в том числе? Ну, для микрокредитов это отдельный рынок. Для них там должна определяться средняя опять же по рынку и устанавливается определенный потолок. Мы в своем законопроекте подошли достаточно либерально. Решили, что рынок у нас еще действительно не развит. И для того, чтобы не выгнать в нелегальную сферу в том числе микрофинансовая организация, предложили определять по каждому рынку, по каждому кредитному продукту, среднюю по рынку, удваиваем ее и определяем верхнюю границу. Скажем, по ипотечным кредитам одна стоимость кредита, по потребительским кредитам, по автокредитам другая стоимость, по карточным кредитам третья. Для микрокредитов средняя по рынку, она удваивается и определяется верхний потолок. И какая же средняя по рынку для микрокредитов? Ну, как уже Михаил сказал, по микрокредитам пока нету полной картины. Но, учитывая, что мы в законопроекте обязываем регуляторам мониторить ситуацию, определять эту среднюю стоимость, то, соответственно, и будет уже определяться, будет понятна средняя стоимость, сложившаяся на рынке. Сегодня никто не знает. Вот вы сказали, там, 2700% годовых, там, через Пушту России предлагали кредиты, да? Ну, это нашумевшая история, я думаю, что вы ее слышали однозначно. Домашние деньги мне говорили, что они выдают кредит под 100% годовых. Поэтому, ведь вот полной картины нет. регулятор, если говорить о микрокредитах, это Федеральная служба по финансовым рынкам, должен мониторить ситуацию, определять среднюю по рынку, удваивать и устанавливать потолок процента по микрокредитам. Проблема только в том, что пока непонятно, как это определять, да? Насколько я понимаю. Хорошо. Непонятно. Это нормально. Центральный банк по кредитным организациям все это мониторит и знает. Но пока этой цифры нету. Ну, пока нет, потому что рынок, вот закон только принял два года назад, он только начал работать. У нас полным кодом идет формирование реестра в микрофинансовых организациях. То есть, этот рынок еще полноценно нерегулируем, можно так сказать. Смотрите, на самом деле, я дополню немножко, считать это несложно. Важно понять другой момент, на какие группы мы разделяем этот рынок. Видите, он достаточно разный. Поэтому нельзя сводить к общему знаменателю кредиты бизнеса. Пока у нас есть бизнес и потребительство. Я хотел отметить, что законопроект, мой законопроект касается только кредитов граждан. Потребительство. Потому что от бизнеса, кстати, жалоб-то и не поступало. Поступают от граждан. Да, и даже рынок потребительского, если говорить о потребительском микрокредитовании, он делится как раз на обычные потребительские микрозаймы и займы до зарплаты. Их все-таки и по международной статистике, и по специфике продукта нужно выделять в отдельный класс. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что Анатолий правильно совершенно такую глубокую вещь сказал, что во всех европейских юрисдикциях и та идея, которая положена в закон, считается средняя ставка по виду кредитного продукта, по группе кредитного продукта. Вот это до сих пор, мне кажется, не до конца у нас уже в экономической практике установилось, потому что до сих пор еще, скажем так, сильно давлеет нерыночный период нашей экономики. Вспомните, да, в советское время кредитования практически не было вообще, за исключением там товаров в рассрочку. Потом, когда появились кредиты в начале 90-х годов, был просто кредит. Кредит. Его мог взять компания, мог взять физическое лицо, кто угодно. А вот потом началось разделение. Ипотека, автокредиты, кредиты наличные, посткредиты. Сегодня только в банковском секторе более 20 различных видов кредит. В микрозаймах пока три. И, конечно, они все заслуживают отдельного рассмотрения. Михаил, я предлагаю послушать нашего слушателя, который к нам дозвонился. Это вечер. У меня вопрос такой. Вот в советское время очень было популярно кредитование до зарплаты. У знакомых обычно занимали. И был такой вид кредитования, назывался черная касса. Когда сбрасывались с каждой зарплаты, допустим, касса взаимопомощи называлась. Нет, нет, нет. Касса взаимопомощи это официально. А черная касса это когда неофициально вот, ну, между собой. Там группа людей собиралась, допустим, там 12 человек. И играли по десятке в зарплаты. Общак такой, да? Получается. Да, небольшой. Чтобы обычно к отпуску, ну, небольшая добавка, чтобы была. И вопрос у меня заключается в следующем. Вот вы говорили о займах до зарплаты в Америке и в Англии, что они там лидеры по этому вопросу. Вам не кажется, что вот социализация такая вот Америки и Англии сейчас идет вот как в Советском Союзе? Может быть даже хуже. Вы знаете, да, интересный очень вопрос. На самом деле вот такая традиция давать деньги в долг знакомым друзьям, это традиция характерная как раз для Советского Союза, которая сейчас все еще достаточно характерна в России. На Западе давать деньги в долг друг другу не принято. это. Можно 5 долларов перехватить. Именно поэтому там эти рынки имеют достаточно сильную формальную составляющую, что это не просто вот так вот, вот мне нужно у вас тысячу рублей занять, вы же мне не откажете, и я вам не откажу. Я вчера ехал домой, мне нужно было в магазине купить продукт. Денег с собой не было. Я занял у своего водителя, купил продукты и сегодня с ним рассчитался и он тебе откажет, как правило. Ну, раз есть спрос, есть и предложение. Но поскольку сегодня мы все же больше живем на рыночных, на рыночной основе, да, то возникает фактически вот какой выбор. Либо эти деньги люди занимают, которые им необходимы, потому что ситуационная потребность в них высокая, либо они их занимают на черном рынке. И у нас все столбы обвешаны объявлениями, кредит за 5 минут, я думаю, вы и сами могли их видеть на остановках, да. Значит, могу вам с уверенностью сказать, что ни одна из этих объявлений не имеет отношения к деятельности микрофинансовых организаций. Это как раз тот рынок, на борьбу с которым направлен закон о микрофинансировании. Или он может обратиться в организацию, которая находится под надзором и соблюдает определенный стандарт. В чем разница? Разница две принципиальных. Первое, ему есть куда жаловаться, я так прямым текстом скажу, да. В случае, если вы подписали договор займа с ООО «Ромашка», то все ваши претензии будут рассматривать суд. А если договор займа составлен юридически корректно и даже, как говорил Анатолий, там написано, что вы в залог отдали квартиру, то вы же ее отдали. Это нужно очень сильно постараться, чтобы суд признал эту сделку кабальной, да. Если вы попали в ситуацию, когда официальный кредитор, неважно, банк, микрофинансовая организация нарушает права заемщика, то тогда, как следствие, есть к чему предъявить претензии. Хорошо, Михаил, после новостей продолжаем. Итак, меня зовут Георгий Вербицкий, у нас сегодня тема микрофинансирования. Последняя четвертая часть программы «Бизнес-класс» на Финам.ФМ обсуждаем специфику микрокредитования, микрофинансирования в России. Итак, последняя часть, как обычно, у нас посвящена эффективности микрофинансовых компаний. Сегодня у нас в студии мои гости, еще раз, в очередной раз их представлю, Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы и Михаил Мамута, президент российского микрофинансового центра. Итак, мы уже выяснили, что, соответственно, предполагается Анатолием некий закон, который, используя некий алгоритм расчета ставки, как-то ограничил бы сверху максимальную ставку по займу или кредиту. Но так и не понимаем, какой примерно он будет. То есть, надо обсчитывать, надо смотреть, и, в принципе, этот процесс сейчас идет. Я бы хотел просто закончить с этим, чтобы сразу понять, а насколько это вообще сильно ударит по бизнесу микрокредитных организаций. Но перед этим я хотел бы еще раз повторить телефон прямого эфира 495, это код города 6510996. Звоните, либо сайт финам.фм, пишите те, кто сейчас имеет доступ к интернету. Вот такой закон, когда он выйдет, насколько он ударит по тем компаниям, которые сейчас предлагают микрофинансовые услуги. Не убьет ли это их бизнес? Ну, смотрите, по тем компаниям, который находится в рынке, то есть, который находится на уровне средних ставок по рынку, да, в той версии, которая принята в Европе, которая предлагается Анатолем Геннадьевичем, он не должен как-либо ударить, потому что средняя ставка будет рассчитываться по каждому сегменту. Другое дело, что он ударит по предложениям, которые сильно выделяются из среднерыночного сегмента. Вот приводившийся вами пример. Аля вот эта история с... Да, история, которая... С партнером Почты России. Уже, честно говоря, там никого не хочу обидеть, но оскомину набила, потому что выдано было там 400 займов за 4 месяца по многим отделениям. То есть, на самом деле, история не была массовой. Вот Почта России как раз говорит, что заработали они какие-то там десятки тысяч рублей в качестве комиссии, а репутационные издержки были гигантские. Ну, 400 займов, это 400 судеб. Конечно. К сожалению, такие судьбы могут быть плачевными. Значит, безусловно, безусловно. Здесь вот это такого рода ограничение ударит по предложениям, которые выделяются из рынка, является нерыночным. Кстати, раз уж мы, да, заговорили на эту тему, вот мы в том числе и в ФСФР обсуждали эту проблематику. Понятно две вещи. Понятно, что чем ниже процентная ставка для заемщика, тем лучше, очевидно, для заемщика, да. Понятно также второе. Процентная ставка не может быть ниже определенного порога для кредитора, потому что иначе предоставление этих займов или кредитов становится нерентабельным, кредитор перестает их давать, и тем самым поощряется появление черного рынка, который все равно эту нишу заполнит, да. Понятно, третья вещь, тоже довольно очевидная, что лучшим регулятором ставки вообще всегда является конкуренция в рынке. Когда есть нормальные условия, прозрачные, когда компания конкурирует между собой, они неизбежно сводят ставку в отсутствие сговора к минимально возможному уровню. Поэтому мы, конечно, убеждены, что главным двигателем снижения ставок должна быть конкуренция, и даже вот уже упоминавшийся сегодня сегмент зарплаты, мы видим, что за прошедший год ставки снизились примерно в полтора раза. Именно потому, что растет конкуренция, растет давление вынужденной игроки снижать. Интересно. Я просто закончу фразу, да, мы, да, поскольку этот вопрос тоже обсуждали. Нам нравится итальянская модель, которая чуть отличается от французской. В итальянской модели та же самая логика абсолютно, как и здесь, но существует обязанность кредитора информировать заемщика, если процентная ставка по его договору превышает среднерыночную больше, чем настолько. То есть, грубо говоря, кредитор открытым текстом должен проинформировать заемщика, что вы берете этот кредит или этот заем здесь по завышенной ставке. — Хотите, возьмите у меня, но у меня дороже. — Предупреждает. В чем разница? Разница, как мне кажется, есть одна, но достаточно существенная. Вот чтобы сейчас не посчитал ЦБ, чтобы не посчитал ФСФР, будет там 25 видов разных кредитов и займов. Но рынок же развивается, появляется завтра какой-то новый вид кредита, которого не было, на какие-то новые цели. Какой группе его должен относить в этой ситуации, например, центральный банк? Вот у меня такой вопрос возник для себя. Он куда его отнесет? Он вынужден будет относить его к какой-то группе, которая ему покажется наиболее близкой. Ну, потому что под один там продукт, под несколько кредитов никто отдельный продукт давать не будет. Как бы это не привело, ну, каким-то таким невольным образом не привело к тому, что новые продукты будут появляться значительно реже. Я бы здесь такой момент дополнил, что часто заемщик и не знает, что ему впаривают очень высокие проценты. Поэтому я не зря поднял другого законопроекта. Есть законопроект о потребительском кредитовании. Уже кредит на до зарплаты это фактически потребительский кредит, потому что, как правило, деньги тратятся на приобретение товаров и так далее. Мы же только что говорили, что есть же в законе прописано, что обязана организация раскрывать сумму платежей с учетом там всех комиссий и так далее. Но при плюсе все эти месяцы, на которые ты берешь кредит и получишь полную стоимость. О финансовой грамотности говорили. Люди в разных местах договора могут быть те или иные, так сказать, та или иная информация размещена. Предлагается в законопроекте о потребительском кредите на одной странице все существенные условия договора. Полная стоимость кредита и в рублях, например, и в процентах то, что человек должен платить. Далее по месячной или по квартальной погашение платежей. Все сопутствующие платежи, комиссии и так далее, которые организация берет за представление вот этой услуги, тоже должны быть вот здесь вот на одной странице. Взял эту страницу, посмотрел и уже видишь, сколько ты будешь платить. И принимать решение ответственное, брать такой кредит или не брать, сможешь ты вернуть эти деньги или не сможешь. Как показывает успех МММ в России, у нас, конечно, все не очень хорошо с финансовой грамотностью, поэтому здесь, наверное, действительно это пользуют. Я думаю, что МММ даже не финансовая грамотность, там больше, у нас есть категория людей, которые готовы всегда рисковать при любых обстоятельствах. Верят в чудо. Можно так сказать. Да, но только эта доля больше, потому что финансовая грамотность низкая. Знаете, ведь фатализм есть следствие безграмотности, правильно? Когда человек понимает, как он принимает решение, он три раза подумает, когда не понимает, а там как-нибудь. Вот отсюда это тоже все сильно растет. Ну, кстати, вот почему важен расчет среднерыночной ставки? Это некий ориентир по продуктам. Если человек знает, что автокредит в среднем в рынке стоит, например, 14,5% годовых, а ему кто-то предлагает взять под 18, даже уже это знание заставит его задуматься, зачем брать под 18, если могу с соседом взять по 14,5%. Более того, я вас уверяю, что это значительно быстрее убьет все нерыночные предложения, чем любые административные, жесткие административные ограничения. Потому что невозможно жить в рынке и при этом не подчиняться рыночным законам. Ну, естественно, да. Я хотел бы немножко поговорить о том изнутри, скажем так, организации, которая предоставляет микрокредиты. Вот все мы понимаем, что очевидно, что ставки выше, поскольку большинство организаций не требует обеспечения, да, большинство организаций требует паспорт, по сути, да, и все, да, насколько я понимаю. Ну, если вы опять же говорите про займы до зарплаты, то смысл этих денег в том, что они нужны вот сейчас. Да. Они никому не нужны завтра, да, они нужны сию секунду на решение какой-то мгновенной задачи. Поэтому, естественно, это требует от организации способности быстро оценивать кредитспособность, извините за тавтологию, да, чтобы она умела быстро оценивать кредитспособность заемщика. А она оценивает по паспорту? Ну, нет, она оценивает по скорингу в любом случае. А в этот скоринг разные организации закладывают разное количество параметров. Максимально, вот то, что я видел, это где-то порядка двадцати различных параметров. Пол, возраст, социальный статус, который выясняется в ходе разговора. Там работа, окружение и так далее, и так далее. На основании этого организация делает прогноз возврата. Так работает скоринг. Отсюда, в конечном итоге, следует риск, который есть у этой организации, риск ее потерь в том числе. И это влияет, в конечном итоге, на установление процентной ставки. Но правильно ли я понимаю, что в целом риск в микрокредитовании выше, чем риск в обычном кредитовании? Конечно. Для этого сегмента более высокий риск, вот именно для займа и зарплаты, он характерен. Поэтому высокий процент. Он характерен, потому что как-то не оценивать, за пять минут оценить человека со стопроцентной точности все равно не сможешь. Более того, сейчас даже появились такие профессиональные мошенники, которые за один день оббегают 10-15 таких организаций. Каждый берут по 10 тысяч рублей. По поддельному паспорту, да? По 10 тысяч рублей. Ну, не важно по какому. По 10 тысяч рублей взяли, вот у них 100 тысяч рублей за день. Тоже неплохо. Значит, это большая дырка. Чтобы ее устранить, мы поддерживаем, даже в каком-то смысле инициируем вопрос об обязательности участия МФО в бюро кредитных историй. На сегодняшний момент банки обязаны участвовать, все остальные организации вправе. Если это будет общая обязанность, у мошенников останется значительно меньше лазеек для того, чтобы за них платил добропорядочный заемщик. Ведь в конечном итоге за каждый плохой кредит платит тот, кто возвращает кредит в срок. Какой процент невозвратов в этом бизнесе? В этом сегменте, в сегменте кредита до зарплаты или займа до зарплаты, невозврат, насколько нам известно, потому что, к сожалению, пока нет точной статистики, в среднем составляет около 20%. А в сегменте именно микрокредитов для бизнеса там ситуация отличается? Значительно ниже. Там технологии намного более отработанные, качество оценки другое. 5%, вот 5-7 то, что мы видим в среднем по рынку, 10, да. Ну то есть это нормально с учетом того, что речь идет о кредитовании предпринимателей очень маленьких, либо вообще стартапов, да, вполне нормально. Поэтому здесь чем ниже риск, тем в конечном итоге ниже процентная стартапа. Но надо понимать, чем выше процент, тем больше невозвратов. Невозврат. Тоже правда. Ну то есть каждый пятый вам не вернет тот кредит, который у вас взял. Это хорошо. Организация, которая занимается микрокредитованием. Я вам сейчас говорю информацию по тем организациям, которые раскрывают ее. Есть многие, которые, наверное, даже и не хотят раскрывать, потому что пока что нечего раскрыть, да. Но тут тоже как бы в качестве новшества надо сказать, что Минфин планирует ввести обязательное резервирование для микрозаймов, право формировать обязательные резервы. И это, в свою очередь, качественный рынок поднимет на новый уровень. Потому что особо рисковые стратегии должны будут с определенным образом выйти. Сейчас обсуждается идея мегарегулятора. И вполне возможно, что центральный банк в том числе будет регулировать этот рынок. И, соответственно, порядок будет наведен. Буквально у нас минуты осталось. Последний вопрос. Если знаете о рентабельности капитала у микрокредитных организаций, сколько зарабатывает на капитал? Как это неудивительно прозвучит, пока точных данных нет. Но как это неудивительно прозвучит, только где-то полгода назад произошел выход в зеленую зону. То есть до этого, в основном, все работали в красной зоне, потому что накапливали статистику, накапливали опыт. Вот сейчас есть зеленая зона. Я думаю, что по итогам 2012 года можно будет говорить о рентабельности. Я думаю, не меньше 20%. Мне кажется, есть такое ощущение, что там очень неплохо зарабатывают эти компании. Фактов у нас нет. Хорошо. Будут факты, посмотрим. Будут факты, посмотрим. С нами в студии были Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы и Михаил Мамута, президент Российского микрофинансового центра. Спасибо вам, господа, за то, что приняли участие в беседе. Небольшой анонс. После новостей у нас будет программа «Сухой остаток». Сегодня в 18.00. Тема будет следующая. Как себя чувствует крупный бизнес в России? А это была программа «Бизнес-класс» на «Финам.ФМ». Я, Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. До свидания. До свидания. До свидания.